Добрый вечер. Новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давичи. Я Надежда Ведерникова. Смотрите в этом выпуске. Сильный ветер и дожди в ближайшие дни в регионе станет еще теплее. Выводы не сделаны. Путепроводы города по-прежнему плохо очищают от снега и на них образуются снежные валы. Все бросают нам. Всех бросим. Скорую не дождешься. Автобусов не уедешь. А если уедешь, значит не приедешь. Не хватает автобусов и нет врача. Жители поселка Дубровка вынуждены платить по несколько тысяч, чтобы съездить на прием к специалисту в районную больницу. Хоккеисты не порадовали, а фигуристами можно гордиться о первых победах и поражениях 2020 года. В ближайшие дни в Кирове установится плюсовая температура. В среду и четверг столбики термометров могут подняться до 2 градусов выше нуля. Об этом сообщается на различных метеопорталах. При этом синоптики прогнозируют на неделе пасмурную погоду и снег с дождем. А в самые теплые дни, в среду и четверг, когда температура поднимется до 2 градусов выше нуля, не исключены порывы ветра до 15 метров в секунду. Кстати, сейчас на территории России только на юге Сибири и в Якутии установилась морозная погода. В Иркутской области до минус 25, в Аймиконе минус 50. На всей остальной территории страны температура или близка к норме, или превышает ее на 10-15 градусов. 28 единиц техники работало ночью на уборке улиц от снега, отчитались в администрации города. Работы по уборке и вывозу снега велись на проезжей части и на тротуарах. Но этих усилий оказалось недостаточно. Улицы и дороги были завалены снегом еще до наступления снегопада. В этом убедились сотрудники ГИБДД и Елена Шарыгина. Еще месяца не прошло после резонансной аварии Новоросского, где машина вылетела с моста. И находившиеся в ней люди чудом остались живы. Как городские дороги вновь покрылись внушительным слоем снежных масс. В том числе и тот самый мост Новоросского. Путепровод на улице Воровского, где недавно произошла авария, чистят от снега. Видимо, для того, чтобы подобное не повторилось. Но другую сторону этого моста дорожные службы по-прежнему игнорируют. И там уже образовались снежные валы. А вот мост на Щерсе дорожники игнорируют целиком с обеих сторон. Судя по слою нетронутого снега на крыльпроезжей части, этот путепровод коммунальные службы объезжают стороной уже давно. Ширина этого снежного вала на путепроводе на улице Щерса составляет не меньше одного метра. Кроме того, его высота на несколько десятков сантиметров больше, чем сам бордюр. На улице Московской путепровод дорожниками не забыт. Причем и пешеходная его часть, и проезжие. Вот только рабочие решили выбрать что-то одно. С одной стороны моста убрали снег на обочине, перекинув его на тротуар, где и так пройти сложно. А с другой стороны, рабочие аккуратно складывают снежные массы с тротуара на уже и без того высокий снежный вал. У нас данных валов на складирование на мостах, эстакадах, путепроводах запрещается. То есть, соответственно, должна быть какая-то техника, которая, соответственно, без складирования на проезжей части сразу будет вывозить данный снег. Впрочем, не справились дорожники с выпавшими осадками не только на городских мостах. По информации сотрудников ГИБДД, после снегопада службам дается 6 часов на устранение всех его последствий. Срок уже вышел, но некоторые участки так и остались непочищенными. Кроме того, на обочинах и тротуарах появились свежие кучи снега. По адресу Казанская, 15А, сформированы снежные валы на пешеходном переходе, которые по содержанию уличной дорожной сети, по ГОСТу, недопустимо формировать ближе 10 метров от пешеходного перехода. За это подрядчик получит бумагу об административном правонарушении, а впоследствии штраф. При этом претензии у сотрудников ГИБДД к содержанию дорог появляются в течение всего зимнего периода. Но судя по тому, что чище город не становится, этих наказаний явно недостаточно. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Владимир Лисик, Бюро новостей Давича. Кировчан просят не выбрасывать елки в контейнеры. С такой просьбой к горожанам обратились сотрудники регионального оператора по вывозу отходов. Как отметили в компании Куприд, часто после новогодних праздников жители города бросают ели в мусорные баки. Специалисты просят ставить старые деревья рядом с контейнерами, поскольку они занимают в баке много места, из-за чего мусоросборники быстро наполняются. Сотрудники регоператора напоминают, что новогодние елки являются твердыми коммунальными отходами, и их заберут вместе с другим мусором. А если жители будут оставлять елки во дворах или у подъездов, то донести их до контейнерной площадки обязаны сотрудники управляющих компаний. В прошлом году на дорогах города Кирова 60 детей были сбиты автомобилями и получили травмы. 32 из них переходили дорогу в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Чтобы снизить эту статистику, в Кирове появилось мужское сообщество «Отцовский патруль». Сегодня его активисты совместно с инспектором ГИБДД вышли в рейд на перекресток улицы Некрасова и Чапаева, рядом с которым находится школа. Подробности в нашем следующем сюжете. Константин Партыко – многодетный отец и бывший полицейский. Каждое утро трое его сыновей отправляются в школу и по пути переходят дорогу. Поэтому папу очень волнует их безопасность. Год назад в Кирове появилось движение «Отцовский патруль» и Константин сразу же стал его участником. Сегодня в свой выходной он патрулирует перекресток у школы номер 31 совместно с инспектором ГИБДД. Только в прошлом году здесь сбили двух пешеходов. Знаете ли вы правила дорожного движения? Где их переходить? Безопасно на дорогу знаете? Такой вопрос участники рейда задают не только детям, но и родителям. Ведь взрослые и сами нередко грешат нарушением правил. В профилактической беседе пешеходам объясняют, где перейти проезжую часть, если вблизи нет пешеходного перехода и почему нужно быть внимательным, даже если горит зеленый свет. Этот «Отцовский патруль» и совет отцов, они нужны для семьи, нужно повышать ответственных отцов в семье, потому что у нас же всегда отцы что делают? Работают и семье уделяют слишком мало времени. За несколько дней Нового года в Кирове уже произошло три ДТП с участием детей пешеходов. Так, 7 января в чистых прудах под колеса машины попала 9-летняя девочка. Она перебегала дорогу в неположенном месте и выскочила на проезжую часть неожиданно для водителя из-за припаркованного авто. К счастью, девочка отделалась ушибами, госпитализация не потребовалась. В прошлом году только в областном центре пострадали 32 ребенка из-за того, что переходили дорогу с нарушением правил. Именно из-за таких случаев 15 неравнодушных пап стали активистами отцовского патруля. И два-три раза в месяц выходят в рейды совместно с сотрудниками ГИБДД. Зоя Попцова, Владимир Лисик, Бюро новостей, Давича. Редактор субтитров А.Семкин Нехватка автобусов и врачей. Жители поселка Дубровка в Белохолуницком районе жалуются. Чтобы добраться до районной больницы, им приходится тратить около тысячи рублей на такси только в одну сторону. А единственный врач-терапевт уехал из поселка в Киров в прошлом году. Как в таких условиях живут люди и как проблему планируют решать власти. Материал Натальи Бакериной. Чтобы попасть на прием, например, к терапевту, жители поселка Дубровка добираются до Белой Холуницы на автобусе. Врач общей практики отработала в Дубровке по программе «Земский доктор» пять лет. И в начале 2019-го уехала в Киров. В амбулатории остался только средний и младший медперсонал. И теперь местные жители вынуждены ездить в районную больницу чаще. Но уехать тоже проблема. Автобусы во вторник и среду отменили. У меня должен был ребенок приехать, но я сразу сказала, что автобуса нет. И в итоге получается, что я с Белой Холуницы до сюда должна нанять. Я оплатить такси должна сюда и обратно. За тысячу отдай. Как это самое? Мы ведь, говорю, аппендицин, так у нас все бросают. Всех бросили. Скорую не дождешься. Автобусов не уедешь. А если уедешь, значит не приедешь. Раньше автобусы ходили каждый день. В шесть утра из Дубровки можно было уехать в районный центр. А в 12.30 и в 17.20 вернуться обратно. Сейчас, во вторник и среду, автобусного сообщения нет. По пятницам и субботам остались только утренние и вечерние рейсы. Дневные отменены. Из Белой Холуницы в Дубровку автобус выезжает в 11.20. Но на этот рейс после приема врача многие не успевают. И людям приходится ждать в райцентре до самого вечера. То вот приедешь, когда назначат в Белую больницу, приедешь. И там на 11, на 12 часов. И приходится ждать и в 5 часов автобус до Дубровки. Надо, чтобы ходил автобус эти два дня. Но врачи не подстраиваются под расписание автобусов, сетуют местные жители. И приемы назначают в те дни, когда автобусов вообще нет. Чтобы уехать в больницу, жители Дубровки могут вызвать такси. И такая поездка к врачу обойдется в 2000 рублей. Для пенсионеров это большие деньги. Обе проблемы в поселке Дубровка, это отсутствие врача и отсутствие регулярного автобусного сообщения, только усугубляют друг друга. Данная проблема необходимо решать в комплексе. В настоящее время в поселке Дубровка проживает более 1000 человек. И, к сожалению, они лишены возможности получать своевременную и оперативную медицинскую помощь. В поселке Дубровка, по информации местной администрации, живет 883 человека. Большинство – пожилые люди. Раньше, говорят, когда в поселке работал врач, проблем не было. А сейчас люди жалуются, что про них забыли. У нас ничего нет, у меня стоматологи, ничего нет. Я была. У нас только гинеколог изредка ездит, строится. Все. Последний выезд узких специалистов был в середине декабря. То есть ряд узких специалистов, хирург, офтальмолог, они приезжали и ввели прием. В Дубровке и флюорограф, и муммограф в прошлом году работали, и в этом году они также продолжат работу. Амбулатория будет обеспечена врачом, который опять определенные обязательства мы пропишем в договоре, и он их выполнит. Что касается автобусного сообщения, рейсы два раза в неделю отменили из-за низкого пассажиропотока. Автобусы попросту не окупаются, рассказали в местной администрации. Автобус не ходит только два раза в неделю, это вторник и среда. Это было связано с тем, что в эти дни нет пассажиропотока, по одному-два человека ездит. А так как я уже сказала, что это социальный маршрут, то он датируется из местного бюджета, а живем мы, к сожалению, не по потребности, а по возможности. Между тем, Дубровка не единственный населенный пункт, где есть проблемы с автобусами, сообщили в руководстве Белохолуницкого района. И ситуация здесь не самая критическая. Активисты ОНФ, в свою очередь, направили обращение в правительство региона, чтобы решить проблему транспортной доступности. Наталья Бакерина, Оксана Савельева, Бюро новостей Давича. В Красноярске сотрудники ФСБ обнаружили нелегальный канал миграции, а в Воронеже оперативники накрыли цех по производству поддельных сигарет. Подробнее об этих и других событиях в нашей рубрике «Происшествия». В Воронеже оперативники закрыли цех по производству поддельных сигарет. Об этом сообщили в МВД России. По имеющейся информации, осенью этого года злоумышленники приобрели табак и все необходимое для производства табачной продукции. Готовили и хранили немаркированные сигареты на складе в промзоне. Полицейские обнаружили почти 2 миллиона сигарет. Бумагу с логотипом известной марки и оборудование для формирования пачек и блоков. Возбуждено уголовное дело. В Красноярске пресекли нелегальный канал миграции и задержали его организаторов. Двое местных жителей создали эффективную фирму, через которую оформляли фальшивые трудовые договоры и незаконно ставили иностранцев на миграционный учет. Сейчас подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. В Москве сотрудники полиции задержали молодого человека, который хотел сделать селфи и выйти в окно с 14 этажа. При этом мужчина требовал вызвать ему репортеров и инстаблогеров, чтобы те запечатлели увиденное. Москвич кричал об этом в окно, и соседи вызвали полицию. Выяснилось, что жаждущие слова мужчина находился в нетрезвом состоянии. В квартире около метро Селигерская была целая компания. Кроме того, полицейские обнаружили на месте запрещенные вещества. Всех, кто был в квартире, отвезли в полицию. Там компании, судя по всему, сделают не селфи, а много фотографий для материалов дела. В Астраханской области поезд задержался на час из-за верблюда. Об этом сообщает медиахолдинг Федерал Пресс. Эти кадры сделаны, судя по всему, машинистом электровоза. На видео животное долгое время бежит по железнодорожным путям впереди состава и не реагирует на сигналы машиниста. Чем закончилась такая прогулка верблюда, не сообщается. Сейчас небольшая пауза, и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Мобильная связь в стране подорожает. Кого это коснется? Хоккеисты не порадовали, а фигуристами можно гордиться о первых победах и поражениях 2020 года. Покатались на лыжах, побывали в гостях и в бане. Кировчане рассказали, как провели выходные. Два оператора сотовой связи из так называемой «большой тройки» повысят тарифы на связи. Об этом сообщает РИА Новости. Уже на этой неделе некоторые абоненты «Мегафон» и «Вымпелком» будут платить за пользование мобильником больше. Как уточняется, подняться в цене могут только архивные, то есть устаревшие тарифы. Таким образом, нововведения затронут небольшое число клиентов, отмечают представители компаний сотовой связи. Операторы объяснили такую миру ростом потребления услуг абонентами, а также расходами на развитие инфраструктуры и реализацию новых требований законодательства. В МТС и Теледва пока не комментируют возможность повышения тарифов. В свою очередь, сотрудники Роспотребнадзора советуют россиянам говорить по мобильному телефону меньше. Говорят, лучше не звонить, а писать сообщение и держать трубку на расстоянии от уха. Все это нужно, чтобы снизить негативные воздействия от излучения на человека. Чем опасны мобильные телефоны, узнаем у нашего гостя в студии физик-ядерщик Владимир Волков. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Есть ли у вас мобильный телефон? Вот. Это самый из всех мобильных телефонов безопасный. Почему он безопаснее, чем современные смартфоны? А современные смартфоны, они содержат компьютер, в котором находятся генераторы тактовые. На частотах, будем говорить так, более 1 гигагерца. То есть, это гигантские частоты, считай, почти практически СВЧ. Они как-то влияют на организм человека? Да, так как вы в свое время лечили нос этими самыми, так сказать, на УВЧ ходили? Да, ходила. Вот. Так вот, вы пробовали руками вот эти пластиночки? Нет, но ведь их же прописывают. Нет, вы пробовали руками их. Нет. Они холодные, потому что их то будет запрещено. А я ведь был непослушный в детстве, любознательный. И поэтому я их, когда она ушла, я рукой-то потрогал, она холодная, а здесь тепло. Отсюда возникает вопрос, а с чего бы это? Так вот, электромагнитные волны, которые излучаются вот из этих двух тарелочек, так, вот, они высокочастотные. И на этих частотах происходит интенсивное поглощение водой вот этой, вот, так сказать, электроэнергии. Понятно, да? Поэтому идет разогрев внутри, там, этого, так сказать, нашего организма. То есть нагревается, да, голова? Да. А теперь, когда вы берете, так сказать, это вот мобила, ну, еще более, так сказать, с большими частотами там, так, и с большими излучениями, и подносите его к уху, то у вас происходит что? Там же ведь у нас 80% воды, вода начинает закипать, мозги начинают дуреть, и мы, как в той тайной большевистской песне, кипит наш разум возмущенный. Ну, как-то сомнительно, на самом деле, мне кажется, проводится ведь. Мало того, человек дуреет, так, и следующая строчка, как, и смертный бой вести готов. Но ведь проводятся периодические исследования на эту тему, и никто никогда из специалистов не говорит, что человек дуреет этот смартфон. Дело в том, что совсем недавно я посмотрел о психологических последствиях общения с смартфонами и мобильными телефонами. У детей ухудшается качество, так сказать, понимаешь, сообразиловки, портится, так сказать, слух, кроме того, портится зрение, потому что, когда мы разговариваем, у нас вот возникают все эти вот повреждения, так, ну, там хоть кровяные потоки есть, а хрусталик-то он не содержит ничего. Поэтому получить с помощью общения с мобильником длительным, так сказать, и с помощью, так сказать, этого своего смартфона катаракту, никаких проблем. Владимир Николаевич, Роспотребнадзор вот в последних своих рекомендациях как раз рекомендовал не больше двух минут разговаривать по телефону и делать 15 минут перерыв. Конечно. За две минуты разве может нагреться и, там, как вы говорите, одуреть? Именно поэтому эти две минуты, так сказать, сильного, так сказать, повреждения пока и не приносят, так? Так, но если Оля начала говорить по телефону, а входящие бесплатно, то она говорит и говорит, говорит и говорит, в конце концов, чем больше она говорит, тем больше мозги разрушаются, и тем меньше она понимает, чем меньше она понимает, тем больше говорит. И круг замкнулся. И поэтому вот эти вот вопросы, касающиеся воздействия на головной мозг, в первую очередь, а через него на психику, так, они совершенно четко видны в этом плане. А есть какие-то исследования на эту тему? Может быть, какая-то статистика ведется? Я специально сегодня ради интереса, кроме Роспотрепензоровских сайтов, так, которые вас позволили пригласить меня, я посмотрел, так сказать, сайты научных исследований. Так, что пишут ученые? И там совершенно четко, так сказать, проводились наблюдения на английских школьниках, там, значит, им же не жалко, они их проверяют так, вот, тем более эти за свои деньги себя калечат. И они посмотрели, да, действительно, падает у них, так сказать, сообразиловка, падает эффект запоминания. Ну, то есть, это, скорее, какой-то психологический эффект? Нет, мозги рушатся, и рушится психика. То есть, в первую очередь, я почему говорю самым интересным, кроме того, значит, в эти советские годы, в последние, в первые годы, когда мобильники появились, они были там помощнее. И вот одна из девушек предложила своему избраннику, это вот, значит, мобильники, а он был умный, входящие бесплатные по одному аппарату, исходящие бесплатные по другому, и он носил два в кармане, один входящий, другой исходящий. И она предложила ему оставить эти мобильнички и положить их около яичка куриного. И они на два дня уехали. Когда они приехали, яйцо было в смятку. А скажите, пожалуйста, ну какие-то дайте рекомендации нашим зрителям, может быть, как обезопасить себя? Во-первых, значит, экономьте деньги на мобилах, переходите вот на такие вот простые... Обратно на кнопочные телефоны. На кнопочные телефоны. Дальше, разговаривайте в режиме, так сказать, громкой связи, вот в таком вот состоянии. Чем дальше от головы, тем лучше. Никогда не ждите, когда вам ответят. Даже если он, так сказать, вот видите, у меня сейчас не на связи, так? Даже в этом случае он постоянно к вышке сотовой связи обращается. Я здесь, именно поэтому вас можно по нему найти. Понятно. То есть это не только, как говорится, средство связи, но еще и шпион, который, так сказать, за ваши деньги сообщает вам, где вы находитесь. Владимир Николаевич, спасибо вам, что нашли время, пришли сегодня, ответили на наши вопросы. Мы с вами прощаемся и продолжаем. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok спортсмены из России. На третьем оказались фигуристы из Грузии. О кировчанине Дмитрии Рылове известно, что фигурным катанием он начал заниматься с пяти лет. Был записан в спортивную школу «Дымка». Но в 14 лет уехал тренироваться в Пермь. 11 января хоккейная команда «Родина» проиграла матч с архангельским водником со счетом 4-1. Это была первая для нашей команды игра в новом году, и она снова оказалась неудачной. На 11-й минуте с углового архангельцы забили первый гол в ворота «Родины». Затем последовали второй и третий. Попасть в ворота «Водника» смог только кировчанин Сергей Перминов, который забил единственный гол «Родины». На перерыв команды уходили со счетом 3-1. Во втором тайме хозяева льда поразили наши ворота один раз. Победа над кировской «Родиной» позволила «Воднику» обойти столичное «Динамо» и выйти на третье место в чемпионате России. Напомню, что с 10 декабря обязанности главного тренера «Родины» исполняет Денис Половников, старший тренер команды. Этот пост он занял после ухода в отставку Игоря Загозкина. А с 8 января тренером хоккейного клуба стал Дмитрий Евтюшин. Таким был этот понедельник глазами наших корреспондентов. А какие новости у кировчан и как они провели выходные, мы спросили у них самих. Занимался немножко спортом, гуляли на лыжах, чуть-чуть бегали. Гуляли на свежем воздухе. По Октябрьскому проспекту, любимый маршрут до танка. Ходила в Порошино и к внуку на день рождения. Приехала издалека и поэтому через два дня уезжаю, поэтому мне очень хотелось провести время с родителями. В лес ходили, на батрушках катались. Клопоток домашних. Филармонию на постановку 12 месяцев. Телизор с внедровник и мечтал. Выезжал за город, был в своей любимой деревне. Отдыхал, парился в бане, как все, я думаю, любят париться. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Надежда Ведерникова. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...